Мой жизненный опыт научил меня, что когда вокруг происходит чёрт-те что, нужно жить не эмоциями, а разумом. Ведь страшнее страха зверя нет. И поэтому, что бы ни происходило вокруг, я стараюсь отгородиться от этого информационного негативного вала, вести свою обычную жизнь. Вот просто даже хватаюсь, знаете, зубами за привычные каждодневные действия и делать всё, что необходимо для моего здоровья, для того, чтобы моя семья чувствовала себя действительно спокойно и защищённо. В общем, дни мои проходят совершенно обычным образом, насколько это возможно в Москве, в отрыве от моей любимой варнии. Итак, посмотрим. Каждое утро я начинаю с корейской кроватки. Вот такая кроватка. Я специально сняла простынь, потому что лежу я, конечно, на простыне. Там вот два валика, которые ходят. Один под телом, другой по шее, над головой. Это пульт управления. Ну вот, валик едет, просто не видно. Думала, видно будет. Он перемещается. Эти аппликаторы с нефритовыми ставками кладутся на разные участки тела при желании. Ну что, боишься, что займут место твое любимое? Сюда стопы прикладываются, и все эти нефритовые камушки нагреваются. Захотелось сырников. Вот делаю. Творог вкусный, белорусский. 195 рублей килограмм. Честно говоря, кладу все на глаз. Добавлю морковь сегодня. Я ее немного уже потушила. Очень вкусно. Два разница получилась. Принерная. Сначала подгорали еще. И главное полезнее. Ксюше сырники тоже понравились. Шапочку одела новую. Мама опять связала. И пошла гулять в парк. У нас прямо рядом с домом. Воронцовский парк. Карантин, не карантин. А как прожить без прогулок на свежем воздухе? Я не понимаю. Тем более погода хорошая. Не скажешь, что очень тепло. Зато солнечно. Зато солнечно. В этом парке и я когда-то гуляла. И с собаками, и с коляской. Потом сына зимой в проруби закаляла. Про это и отдельное видео есть. Ссылку оставлю. Наверное, уже, может быть, какие-то луковичные посадили. Мама сказала, что сообщили уже наши московские власти. Чтобы люди после 65, которые сидели больше дома, им будут привозить и как-то организовывать еду и лекарства. И даже обещали дополнительно выплатить 4000, если будут сидеть дома. Вообще, это было когда-то загородное имение князей Волконских. Много лет всё было в развалинах. Потом вроде взялись восстанавливать. Вот главное здание реконструировали несколько лет назад. Но оно никак не используется. А ведь можно было бы там занятия какие-то приводить, кружки и для детей, и для пенсионеров. Пока только отваливается свежая покраска. Зачем-то зашла в магазин. Хотя вроде ничего и не надо. Сегодня здесь всё тихо и спокойно. Не сравнишь с тем, что было неделю назад. И товары вроде все есть. Даже акции на некоторые продукты. А вот крупы опять отсутствуют. И муки нет. Видимо, этими товарами ещё не все закупились. Ну и ладно. Это у меня всё есть пока. А в целом картина обнадёживающая. Себе зелень взяла. А вот это очень даже хорошее дело. Акция на кошачий корм. Вот Ксюшка обрадуется. Пока я гуляла, мне сын сумку отремонтировал. Помощница. Перед сном надо ванну обязательно принять. Я со своим позвоночником без такой процедуры просто не засну. Болеть всё будет. В армии я постоянно хожу в термальный источник. А знаешь, здесь был один раз, почему пришла ещё пизу. Пришёл скрипач уличный и играл здесь классику. А в Москве приходится ванны принимать. И вот мне лично больше всего скипидарные помогают. Тёплая вода расслабляет спазмированные мышцы. А скипидар усиливает кровообращение. Повышает обмен веществ. И оказывает противовоспалительные и обезболивающие действия. Я уже много лет принимаю эти ванны. Так, начинаю колдовать. Нагреваю 1 литр воды градусов до 70. Добавляю 30 мл эмульсии скипидарной. Сегодня она жёлтая. Потом туда же добавляю мультиактивного экстракта. Хорошенько всё размешиваю и выливаю в ванну. Значит, если кому интересно всё в подробностях, пишите в комментариях. Сделаю отдельное видео по этому поводу. Ну вот, теперь остаётся только лежать, получать удовольствие и пользу впитывать в своё тело. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...